Есть достаточно распространенное крылатое выражение, что тот, кто не кормит свою армию, будет кормить чужую. Но не надо ее воспринимать буквально, а в рамках как раз вчерашнего совета цифровой экономики, который Николай Анатольевич говорил, как раз и звучали слова, что можно сколько угодно говорить о поддержке отечественной IT-индустрии, но если мы сами не будем создавать для нее условия, то она просто будет неконкурентна под давлением международных компаний, которые в силу разного веса просто займут все ключевые направления в нашей стране. И тогда мы будем напоминать ребят, которые родятся в своей песочнице рядом с строительством крупного здания на этой же территории. И в этой связи я могу полностью Николай Анатольевич поддержать его слова и под ними подписаться. Одних деклараций без финансирования серьезного государства невозможно. Говоря о цифровой экономике, мы должны понимать, что она просто останется экономикой, в цифру она не превратится, если государство будет очень серьезно и последовательно заниматься. Действительно, из важного, что хотелось бы, наверное, сказать вначале, что вот этот вот совет по цифровой экономике, который вчера состоялся, он показал и позитивные тренды, он показал, что индустрия активно развивается. И не только развивается, но и думает о перспективе. У индустрии есть видение, как должна выглядеть цифровая экономика в будущем. И в этом видении, конечно, важное место отводится взаимодействию с государством, регулятором и законодателем. Люди видят, что власть не только слышит их, но и принимает конкретные законы, которые являются частью последовательной политики государства. И это как бы не впечатление отдельного чиновника, никакого ведомства. Это действительно последовательная политика. И я напомню, что в недавнем послании Федерального собрания в декабре как раз президент сказал, что именно эти индустрии должны стать новым лидером российской экономики. Поэтому наша задача, как законодатели, отрегулировать нормативную правовую базу, чтобы были созданы все условия для реализации такого сценария. С точки зрения того, что отрасль является одной из быстрорастущих, и буду повторяться, говорили уже все, в том числе и президент, называя цифры по экспорту 7 миллиардов, и по некоторым оценкам, вот, Никита, я решил в два раза, но, может, уже есть оценки 10 миллиардов. В любом случае, рост очевиден. И, конечно же, важную роль в этих успехах, как нам кажется, играет российское законодательство, которое является драйвером развития компаний, производителей программного обеспечения. Это и законы, которые мы принимаем. В первую очередь, конечно же, закон о налоговых льготах по соцзносам. Напомню, что сегодня 14% вместо 30% срок действия стал продлен до 2023 года. Также в настоящее время на рассмотрении государственной думы находится закон проекта о обязательном пенсионном страховании, о продлении до 2023 года тайных страхового взноса пенсионных фонд в размере 8% для организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. Я думаю, что в ближайшее время закон проект также будет принят. Льготы по соцзносам не единственные из существующих. В настоящее время действуют льготы по НДС, льготы по налогу на прибыль, в ряде технопарков и особо в зонах компаний могут получать субсидии на зарубежное патентование, сертификацию, участие в международных мероприятиях. Важно также отметить, что отечественные специалисты являются разработчиками программного обеспечения, широко востребованные не только в нашей стране, но и в мире в целом. Отечественные продукты широко распространяются в Азии, странах БРИКС, в Африке. К сожалению, пока рынки Америки и Европы тяжелы и закрыты для большинства российских компаний с точки зрения продаж, однако отечественные разработчики представлены и там. Тем более, что в некоторых рынках, например, в вопросах безопасности, мы по-прежнему находимся на ведущих позициях. В настоящее время перед отечественными компаниями, разрабатывающими программное обеспечение и экспортирующими его за рубеж, открывается огромный рынок интернета вещей. Согласно статистике, к концу 2017 года по всему миру будет насчитываться более 8 миллиардов подключенных к сети устройств. По сравнению с прошлым годом их количество зарастет на 30%. Предлагается, что к 2020 году число подключенных к интернету вещей и устройств достигнет 20 миллиардов штук. В России рынок интернета вещей за год вырос на третий, уже в 2017 году ожидается его рост на 40%. Так, например, Мейлоргрупп планирует стать одним из основных игроков промышленного интернета вещей. Компания уже запустила для этого специальную платформу. Это как раз хорошее, позитивное начинание, когда мы говорим о интернет-экономике в целом. Несмотря на то, что вопрос о безопасности России стоит в ряду передовых стран, которые могут гордиться своими наработками, интернет вещей делает решение вопросов безопасности информационной инфраструктуры неотложной. В этой связи в Госдуме в первом чтении принят закон проект о безопасности критической информационной инфраструктуры. Но это только начало процесса. В условиях тотального оснащения вещей датчиками, обладающими слишком малыми объемами памяти для установки на них полноценного защитного программного обеспечения, количество объектов, которые относятся к критической информационной инфраструктуре, будет, конечно же, в последующем расширяться. Возможность массового использования устройств интернет-вещей для кибератак может сделать беззвимым объекты, ранее казавшиеся неприступными. Поддержка отрасли высоких технологий и обеспечения информационной безопасности является приоритетом в работе Федерального парламента. Именно поэтому мы выступаем за повсеместное внедрение собственного программного обеспечения во всех ключевых сферах. Добавлю, при интернетизации критических объектов крайне важно следить за тем, чтобы российское программное обеспечение устанавливалось сразу, чтобы потом не было оправданий в виде утверждения об опасности перехода на отечественное ПО и необходимости сохранения зарубежного под предлогом обеспечения устойчивости функционирования. Это крайне важный момент. Не менее важный закон о реестре программного обеспечения был принят в Госдуме больше года назад. Он устанавливает механизмы закупки российского подвига государственных нужд. На сегодняшний день на рынке программного обеспечения внутри страны до 70% занимают закупки с использованием государственных средств. Нам важно было поменять принципы, которые существовали до недавнего времени, когда российский софт покрывал не более 25% рынка, при том, что технические возможности позволяли достичь уровня 3 четверти. Государственные структуры имели сложившуюся годами привычку рассматривать преимущественно иностранные продукты. Это существенно снижало возможности развития индустрии, так как без внутреннего рынка довольно сложно выходить на международный. Особенно для тех, кто работает в сегментах, ориентированных на бизнес. К сожалению, сегодня зачастую госзаказчики продолжают покупки иностранного ПО, даже там, где есть конкурентоспособные на мировом уровне аналоги, но при этом формально пытаются соответствовать нормативной базе. При этом используется одинаковое обоснование выбора этого иностранного ПО. Такие случаи необходимо выявлять, привлекать к ним внимание, проводить проверку. Важно своевременно вносить изменения в нормативную базу для закрытия лазейек, которые позволяют обходить действующие правила. В частности, такие, как маскировка закупок ПО под подставку программно-аппаратных комплексов, реализация услуг по разработке, сопровождение инфрационных систем и так далее. Это все важные вопросы, и здесь только работы государственных органов недостаточно. Я рассчитываю, что и общественная организация, и ваша организация активно включится и будет более последовательно отстаивать интересы. Только публичное привлечение внимания вкупе с поддержкой Министерства, работой ФАСа может привести к максимально быстрому успеху и расширению действия этого закона. Действительно, действие закона необходимо расширять. Закупки российскими госкорпорациями иностранного УКО – это один из серьезных факторов, усиливающих маркетинговые мероприятия и финансовую базу зарубежных конкурентов российских производителей софта. В то же время, продвижение российских продуктов на критические инфраструктурные или опасные объекты должно сопровождаться демонстрацией результатов тестирования и гласным условиям по результатам работы, чтобы исключить дискредитацию отечественных производителей. Любое нарушение работы значимых объектов может быть использовано для спекуляций дискредитирующих отраслей. Цинизм иностранных лоббистов в этой сфере не является чем-то необычным или неожиданным. Такие крупные объекты, как столичное метро или база данных ФНС, интегрирующие большие данные о миллионах граждан, должны последовательно переходить на отечественные продукты, но делать это должно с соблюдением требований безопасности по этапу. Хороший опыт таких мероприятий как раз накоплен в Республике Татарстана. Условием развития IT-рынка является сохранение уже достигнутого, прежде всего в образовании и достижении нашей математической школы, вкустники, которые успешно работают по всему миру. Сегодня наши соотечественники занимают первые места в международных олимпиадах, конкурсах, защищая честь нашей страны за рубежом. Начинать работу с будущей мотрасти, надо со школьных кружков, всячески развивать детские технопарки, об увеличении количества которых до 40, говорил президент в своем послании. Необходимо увеличить число бюджетных мест по IT-специальностям, развивать совместно с бизнесом специализированные кафедры в вузах. Стоит отметить, что за квалифицированные кадры возраста идет настоящая борьба. Российские компании конкурируют между собой и с иностранными коллегами, создают всевозможные условия, чтобы выбрали именно их. И здесь предлагаются разные варианты, от заработной платы, свободный график, офисы удобные, даже хобби некоторые компании занимаются. В связи с глобальностью интернета, такие процессы характерны уже и не только для столиц, но и для крупных провинций. В этой ситуации одним из ключевых факторов для специалистов является возможность самореализации. Важно, чтобы в стране были интересные проекты, в которых можно было участвовать молодым специалистам, и которых они могли бы внести в свой вклад. Необходимо создать условия, чтобы люди имели возможность создавать и развивать свои стартапы. Целесообразно сделать так, чтобы в процессе обучения рассказать о том, какие на сегодняшний день существуют российские программные продукты, российские разработчики программного обеспечения. Это нужно для того, чтобы студенты понимали свои возможности. Зачастую, особенно в региональных вузах на Сулу, только крупнейшие производители и один, два российских компаний. Создание в значимых масштабах учебных технопарков и преподавных кафедр ведущими отечественными компаниями ограничиваются только крупнейшими городами. И это надо расширять. В то же время, помимо озвученных мной успехов, есть серьезные проблемы. Россия является не только экспортером программного обеспечения зарубежных, но и экспортером высококлассных специалистов. Я имею в виду утечку мозгов. Это бич нашей индустрии. В то же время нельзя не замечать и того, что появление и становление российских интернет-компаний, практически единственных конкурентов, конкурентов, транснациональных гигантов на многих рынках, произошло в условиях чудовищных утечек умов в 90-х. Проблема утечки, очевидно, есть, она серьезная, но есть все основания надеяться, что общими усилиями, используя имеющиеся из-за дела льгот и преференции в отношении отечественной отрасли, мы справимся. В заключении хотелось бы сказать, что сегодня при принятии законодательных решений в сфере IT огромная роль относится и отводится к экспертному сообществу в тесном взаимодействии, в котором работает наш комитет. Экспертный совет, состоящий из уважаемых профессионалов отрасли, позволяет корректировать позиции по многим значимым для отрасли вопросом, помогает вырабатывать оптимальные варианты законопроектов приемлемых для бизнеса, общества и государства. И здесь, на этой конференции, тоже есть участники, члены нашего экспертного совета. Постоянные каналы взаимодействия отрасли и Государственной думы будут расширены за счет Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Государственной думы, Числаве Викторовичу Володину, о котором сегодня как раз говорилось в начале. Объединив усилия комитета инфекционных технологий, комитета по экономической промышленности, экономической политике, эмоционному развитию и предпринимательству, мы сможем работать вместе над совершением законодательства. Российский сегмент интернета сегодня является настоящим катализатором экономики, без него невозможно развитие самых разных отраслей. Важно отметить, что такие активно развивающиеся на Сотовске, как машиностроение и сельское хозяйство, особенно остро нуждаются в внедрении IT-технологий, поэтому являются особо перспективными. Я уж не говорю об образовании и здравоохранении, где законодательные изменения, не то, что назрели, а даже перезрели. Именно поэтому, чем больше будет объем рынка интернет-технологий, тем больше будет полезного и необходимого для российской экономики в целом. Большое спасибо за внимание.